Даже не знаю, с чего начать. Покажем вам большую цепочку работы. Это большой проект по реставрации американской классики. Всё-таки это 1969 год. Большая часть подобной эксклюзивной классики находится в не самом лучшем состоянии. Мы не собирались делать видео подробного характера. Это один из самых волнительных и трепетных этапов. Конечно, это небезопасно. Заменить похабно установленный монитор, но и сохранить классический вид заводской панели. В подготовительной камере стоял туман из шпатлёвки разного цвета. Настало время прокатиться. Этот красавец за спиной, говорят сами за себя. Ну и вас попрошу не забывать ставить палец вверх. И не забудьте подписаться на наш канал. Даже не знаю, с чего начать. Была проделана огромная работа. И сегодня я постараюсь показать вам результат трудов нашей команды. Это большой проект по реставрации американской классики Ford Mustang Fastback 1969 года. И эмоции, которые ты испытываешь, находясь рядом с этим автомобилем, ничем не описать. Первое, на что хотелось бы заострить внимание, это факт дистанционного взаимодействия, так как 99% автомобилей, с которыми мы работаем, в основном привозят нам из других городов и порой даже стран. Это непростой принцип взаимодействия, но наш опыт позволяет нам коммуницировать с нашими клиентами в подобном ключе на достаточно хорошем уровне. Таким образом, с нами связался владелец этого красавца. И после обсуждения некоторых вопросов было решено отправить этот автомобиль к нам на эвакуаторе. После предварительной оценки и осмотра мы с владельцем пришли к единому мнению, что такая легенда имеет право на полноценное восстановление кузова, восстановление салона, ну и, соответственно, сопутствующих доработок. На самом деле, большая часть подобной эксклюзивной классики находится в не самом лучшем состоянии. И так уж повелось, что нет надлежащего ухода за такими автомобилями. Но не в этот раз, так как такая легенда попала в стены СЛ Глобал Концепт, мы постараемся все это исправить. На первом этапе план работ делился на полную перекраску кузова со снятием всех материалов до металла. Полноценную рихтовку, чеканку для того, чтобы вывести металл практически до идеала. Восстановлением всех резинок, восстановлением салона, заменой передних сидений, восстановлением передней панели, перешивка каких-то дополнительных элементов салона. Восстановлением резинок, уплотнителей, заменой передней оптики, а также реставрацией задней оптики, реставрацией дополнительных каких-то осветительных приборов. Но уже на первых этапах работы мы прекрасно понимали, что этот список будет только пополняться. Аппетит, как известно, приходит во время еды. Так что устраивайтесь поудобнее и в этом видео мы вам покажем большую часть проделанной работы. Вернемся немного назад и мы уже видим прошлый подход мастеров к этому автомобилю. То есть это большая часть саморезов, это большая часть герметика, которым наполнены все швы. Это шумоизоляция вместо стандартных уплотнителей и многое-многое другое. На самом деле этому можно посвятить большую часть видео. Но есть и нюансы, которые не так легко выявить, особенно любителю. И какую-то часть этих нюансов мы вам также покажем. В процессе разборки нюансов становилось все больше и больше и список предстоящих работ только пополнялся. После практически полноценного разбора автомобиля он отправился на качественную полноценную мойку. Мойку подкапотного пространства, подкрылок, каких-то определенных элементов, которые мы снимали. Для того, чтобы, во-первых, работать с автомобилем и оценить масштаб работ полноценно. Ну и все-таки с чистым автомобилем работать гораздо удобнее. Какую-то часть мы сразу отправили на пескоструй. И тут мы столкнулись с очередными сюрпризами. Как я уже и говорил, к таким кузовам мастера относятся к традиционным методам. И используют слишком много материала для того, чтобы вывести эти плоскостя. Соответственно, мастера по пескострую потратили очень много сил и времени для того, чтобы снять лакокрашенное подкрытие, подготовительные материалы. И они отказались работать с последующей партией. В основном, конечно же, это кузов, это капот, двери, крышка багажника. И нам пришлось работать с этими деталями вручную. В подготовительной камере стоял туман из шпатлевки разного цвета. Нам приходилось вручную снимать огромное количество материала. Это лакокрашенное покрытие, это какие-то грунты, жидкая шпатлевка. Обычная шпатлевка, которая в некоторых местах достигала сантиметра толщиной. Безусловно, при таком подходе подготовка, покраска и финишный результат не могут быть на отличном уровне. И даже если первое время все это будет смотреться неплохо, то время все расставит на свои места. И все материалы со временем просядут. Но мы всегда идем трудным, но качественным путем. После снятия всех слоев было прекрасно видно, какое было отношение к этому автомобилю изначально. Даже не знаю, где к нему так отнеслись. В США или уже в России. Но это все поправимо. Очередным, не самым легким процессом перед нами стояла чеканка кузова, ремонт поврежденных элементов и доведение всех зазоров. После всех проделанных работ мы подготовили кузов к грунту-наполнителю. И тем самым избежали наполнения каких-то дополнительных материалов. Ну, соответственно, таких как шпатлевка. Таким образом, мы избегаем множества различных материалов, которые, как многим мастерам известно, разнятся как минимум по плотности. А это чревато как минимум исходным результатом. Простыми словами, при разной толщине и плотности подготовительного материала он со временем проседает. А это очень сильно сказывается на финишном результате. И большая часть трудов практически напрасна. После грунтовки, на первый взгляд, кузов выглядит абсолютно ровным. И большинство маляров, наверное, решили бы подготовить именно первый грунт непосредственно к окрасу. Но это не про нас. Мы достигаем наилучшего результата и выводим на грунте наполнители все плоскостя для того, чтобы выявить какие-то новые неровности. И тогда уже, соответственно, устраняем их, делаем локальную перегрунтовку и подготавливаем поверхность к финишному черному грунту. Все это, конечно, для достижения наилучшего результата. И, что немаловажно, это гарантия качества. После всех выполненных работ и подготовки финишного грунта к окрасу, немаловажным этапом становится оклейка кузова. Во-первых, она должна быть корректной, с определенной высотой кузова для того, чтобы полноценно и грамотно окрасить все трудодоступные места. Выбор цвета и краски – это отдельная история, о которой мы поговорим немного позже. После окраски кузова и хорошей сушки лакокрашенного покрытия нам осталось разобраться с креплениями. Несмотря на то, что большая часть креплений была заказана из США, все в работе с столь взрослыми автомобилями, конечно же, не учесть. Соответственно, какая-то часть креплений была восстановлена, какая-то часть креплений была сделана с нуля. Большая часть деталей крепилась и вовсе на саморезы, которые мы со временем свели до минимума и заменили на новые, но, соответственно, только в тех местах, где было это необходимо. Очередная задача, с которой нам нужно было разобраться – это проводка. Проводка подкапотного пространства, проводка передних фар, задних фонарей, частичная проводка салона. Это непростая работа, тем более, учитывая, что здесь не самые популярные схемы, особенно под капотом. Все относительно просто, но сталкиваясь с такими автомобилями, тем более, когда кто-то уже приложил свою руку, это не так просто, тем более, если хочется достичь какого-то очень хорошего результата. Также были переделаны крепления радиатора-кондиционера и вентилятора. Был перекрашен сам вентилятор, перекрашено крепление радиатора, были удалены какие-то непонятные губки и заменены на поролон, который не впитывает влагу, то есть он водостойкий. Я бы мог не останавливаться, но слишком большим выйдет это видео. И даже карбюратор, это отдельная история, при настройке которого были выявлены определенные недочеты в работе двигателя, соответственно, исправленные этого восьмицилиндрового монстра. Также был заменен фильтр бумажный на многоразовый фильтр нулевого сопротивления. После большой восстановительной работы всех креплений мы, наконец, перешли к сборке кузова и всех навесных деталей. Это один из самых волнительных и трепетных этапов, который требует большой сноровки и внимания, так как при установке новых покрашенных деталей можно повредить какой-то тот или иной элемент и, соответственно, снова отправить на покраску эту деталь. Соответственно, при сборке автомобиля учитывается абсолютно любой миллиметр. Изначально все детали выставляются поверхностно для того, чтобы потом все зазоры подбить. При первой же сборке ты получаешь несравненное эстетическое удовольствие, которое говорит о том, что большая часть работы и большой труд, который был вложен, проделан не напрасно. Немного отвлекаясь от кузова, время показать вам салон, так как это тоже совсем отдельная история. Не сказать, чтобы салон был в ужасном состоянии, все-таки автомобиль 1969 года и надо отдать ему должное. Но все-таки работы предстояло немало. Изначально по салону планировалось делать совсем немного. Это восстановить панель, заменить передние сиденья и перешить еще пару обшивок. Но и тут, как говорится, аппетит приходит во время еды. И у нас работа по салону стала полным восстановлением. То есть в салоне ничего не осталось без нашего внимания. Итак, по порядку. Ремонт и перешив передней панели. Изготовление и покраска воздухозаборника передней панели, которого не было вообще. Ремонт и перешив задних боковых панелей под динамики. Изготовление и перетяжка нижних частей дверей карт с внедрением подиумов под динамики. Ремонт и перешив основных дверных карт. Изготовление и замена задней панели под стеклом. Изготовление нового руля в стиле «Призрачный гонщик». Восстановление аквапринта передних панелей. Покраска черных элементов передней панели. Замена передних сидений. Изготовление новых креплений для сидений, переделка и перетяжка задних сидений, общая чистка салона со снятием ковров и последующей химчисткой, изготовление индивидуальных ковров под стиль салона и еще небольшая часть исправлений после прошлых мастеров. Также были заменены и переделаны различные элементы креплений, немного переделана шумоизоляция, которая не позволяла правильно зафиксировать заднее сидение. Как многие понимают, все же это не новый автомобиль, в котором можно что-то снять и сразу же поставить. А если ты что-то снимаешь, то соответственно для того, чтобы это установить обратно, нужно доработать крепления и сделать их не как в последний раз, а так, чтобы это было практично. Не обошли мы и тормозную систему, а в итоге из Штатов мы заказали новые тормозные диски и суппорта. Это четырехпоршневые передние суппорта и скобы с дисковыми тормозами и с возможностью подключения ручника. Но при установке также мы столкнулись с определенными, если можно так сказать, проблемами. Изначально на этом двигателе, скорее всего, стоял V6. И, соответственно, передние его ступицы были рассчитаны именно на тормозную систему, рассчитанную на V6. Но мы заказали тормоза, так как сейчас здесь установлен V8, восьмицилиндровый двигатель 5,8. Мы заказали тормоза на V8. И эти ступицы не подошли нам, но именно ступичные крепления. В итоге мы их отдали специалисту, мастеру, который нам изготовил точно такие же, только под новую тормозную систему. И в итоге мы ее установили без каких-либо проблем. Конечно, с этими дисками их не рассмотреть, но сами по себе диски – это тот самый американский World School, который выглядит очень круто. И на самом деле не столь важно, что этих дисков не видно. Самое главное – тормозных именно. А самое главное, что они выполняют свою функцию и останавливают этот автомобиль. Касаемо выхлопной части, мы не стали ее менять, так как в этом не было никакой нужды. Единственное, на что мы обратили внимание, что вся магистраль сделана без каких-либо соединений и определенных гасителей вибраций. В итоге мы установили гофры для того, чтобы уменьшить вибрацию на кузов. И также заменили H-pipe на X-pipe. Но и самое главное, что мы доработали, это заменили насадки выхлопа, так как они не просто были замяты с каждой стороны. Они еще и не подходили этому автомобилю, особенно его задней части. В итоге мы установили насадки выхлопа из нержавеющей стали, сделанные на заказ. С оптикой тоже не все так просто. Я прекрасно понимаю, что всегда есть фанаты, которые придерживаются какой-то определенной классики. И категорически против подобного апгрейда. Но давайте будем реалистами. Во-первых, это не музейный экспонат, несмотря на то, что автомобиль в достаточно хорошем состоянии. Владелец мустанга в первую очередь восстановил его для постоянного пользования, а не для того, чтобы автомобиль стоял. А со старым светом это было не совсем практично. Тем более, что эти фары выглядят достойно. Плюс ко всему цвет габаритов здесь можно менять за считанные секунды с телефона. И конечно, что касается мультимедиа, изначально не было определенного решения что-то дорабатывать. Но после определенных обсуждений с владельцем авто было решено, во-первых, заменить похабно установленный монитор, который вообще не смотрелся в классическом салоне, на умное зеркало. Это зеркало с андроидом, с возможностью заднего хода, с возможностью видеорегистрации с трех камер. Ну и соответственно, это полные функции андроида. Карты, мультимедиа, приложения и так далее. Также мы установили процессор, музыкальный процессор, для того, чтобы подключить это зеркало при помощи блютуза и проигрывать любую музыку, смотреть любое видео без каких-либо проводов. Но и это еще не все, так как с помощью нового процессора также можно подключать любое мобильное устройство и прослушивать самые любимые свои треки. Такое решение позволило не просто коммуницировать различные функции, но и сохранить классический вид заводской панели. И как раз настало время прокатиться, и я попробую показать вам работу зеркала, мультимедиа и салон изнутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Конечно, ты неполноценно ощущаешь этого двигателя, несмотря на то, что здесь 8 цилиндров. 5,8 все-таки это 69-й год, он больше тягач, это не стритовая версия. Конечно, есть очень много зарядов своего рода, которые позволяют сделать более динамичным этот автомобиль. Но управляя им, даже не хочется, если честно, надавливать на педаль газа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь просто желание ехать, получать удовольствие. Что касается руля, на первый взгляд, конечно, кажется, что им неудобно управлять. Но буквально 5-10 минут ты адаптируешься, и наоборот, тебе даже очень приятно, что ты даже одним пальцем можешь делать какие-то маневры, им очень легко управлять. Конечно, это небезопасно, но даже и заводской руль был здесь деревянный. Я не думаю, что было бы приятно приехать лбом хоть в железный, хоть в деревянный руль. Кстати говоря, насчет зеркала. Сейчас постараемся показать вам его работу. Ничего сверхъестественного, просто достаточно удобно. Это, во-первых, три камеры, которая снимает переднюю часть, заднюю часть и снимает салон. Все на самом деле очень просто и удобно. Можно снимать как переднюю часть, это может быть регистратор, так и снимать заднюю часть, то есть это зеркало заднего вида. По умолчанию можно установить съемку с трех камер, это, как я уже сказал, съемка передней части, задней части и съемка салона. Ну и, соответственно, все удобства андроида. Сенсор легко откликается, есть приложение, и ты очень легко и быстро можешь переключиться снова на камеру. Честно признаюсь, мы не собирались делать видео подробного характера, так как к таким проектам нужно основательно подходить как по видеосъемке, так и сценариям. Но так получилось, что мы выкрали немного времени, так как основная часть занятости этим автомобилем уходила непосредственно на процессы, нам не получилось снять полноценный материал. Но мы очень часто снимаем ход работы с нашими проектами, это позволило нам сделать небольшой архив, который мы точно так же интегрируем в это видео. И покажем вам большую цепочку работы не только на словах, но и то, что мы непосредственно проделали на деле. Касаемо самой легенды Ford Mustang, Facebook 1969 года, ты испытываешь невероятные эмоции, когда понимаешь, что, во-первых, приложил очень много усилий для того, чтобы достичь подобного результата. Ты понимаешь, что твоя команда приложила к этому немало усилий, и я думаю, что моя улыбка на лице и этот красавец за спиной говорят сами за себя. Мы с удовольствием будем делиться с вами нашими новыми проектами, но и вас попрошу не забывать ставить палец вверх, и не забудьте подписаться на наш канал, впереди еще очень много нового интересного. Субтитры сделал DimaTorzok